Это не так. Вот, посмотри, посмотри, где-то какой-то с России. О, здрасте. Добрый день. Так, меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник, миссионер, писатель, поэт, диссидент, начальник детского лагеря, директор, 45 лет, без помощи государства. Детского лагеря? В каком смысле детского лагеря? Ну, детский лагерь основал, я сам его зарегистрировал, и директор его 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Бесплатно. Мы все с нуля строим православную деревню на Алтае, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. То есть, конкретно, я вел занятия, занятия вел одновременно в пяти университетах и тринадцати школах. И все это бесплатно. А кто платит? Никто не платит. Я бесплатно все делаю. Ну, ты да бесплатно делаешь. Все, мы деревню отстроим. Брат у меня священник. У нас тарелка не ходит. Ни за крещение, ни за мельчание. Ни за что деньги не берутся. Здорово. Молодцы. А вообще, ну, что по поводу Украины? Что вы думаете? Я говорю, что ответ, если у вас Библия есть, нужно прочитать. Пророк Иеремия, сорок восемь, десять. Он звучит так. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто меч Господне удержит от крови. Украина заражала Россию елесями разными всем. И оттуда, тут больше половины священников с Украины. Какие они безобразные. Крестить не хотят. Деньги, деньги, только деньги. Везде. И вот меч Божий пришел на них теперь. Они дражнили все это северного медведя. Зачем им это надо было? Путин говорит, вплотную Америка подтягивает ракеты к нашим границам. Зачем это надо? Сама живет за тысячи километров и туда. А этот клоун приехал, выламывается, сидит. Ему надо молиться за него. Вот мы молимся за Байдена, за Зелинского, за всех. Чтобы Господь вразумил, наставил. В прошлые годы меня советская власть гнобила сколько. Я первый в стране опубликовал. Архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. Я освободился в последний раз только в 87-м году. 25-го марта. А реабилитирован только 4-го января 92-м году. Как жертву политических... Я отбывал, меня что со мной делали, пытались, что со мной было. Только у меня руки все выкручены. А меня в Америке пригласили. В Америке в 92-м году я был. Жил в Лос-Анджелесе. Я был в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сакраменто, Сан-Франциско. Я выступал там, Голос Америки. Я проповедник, миссионер. Приглашали туда. Здорово. Ну как, мы это все делаем для Бога. Я люблю моего Господа. И поэтому мы везде идем со Словом Божиим. И отвечаем на вопросы. Да, только сейчас Бога-то предали бы по всему миру. Да. А вы по нации кто будете? Ну, все есть. У меня близкие знакомые, переписываясь, а Вахтанг из Ирландии, грузин. Грузин? Маймуна? Хороший человек. Я ему Библию здесь доставал, высылал туда. У меня вышло за 8 с половиной лет 38 томов книг. Я писатель. Каждый том 752 страницы. Ответ на тысячи вопросов. Любая политика, экономика. Притом каждый вопрос я отвечаю по пяти параметрам. Первое. Что по этому вопросу говорит Библия? А это 77 книг. Я на память отмечаю, какая глава, какой стих с точностью данной буквы. Дальше. Что сказали по этому вопросу? Сейчас скажу. Что сказали по этому вопросу святые отцы и патрология имени 300 томов? Что сказал третий параметр церковное право? 719. Четвертое. Что сказали жития святых? 12 томов. 1173 биографии. И пятый параметр. На вопрос на любой. Что сказали 500, 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч павелов. Четвертое. 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 КОНЕЦ. Продолжение следует...